здравствуйте витилиго это заболевание может появиться у любого человека любого возраста некоторые участки кожи при этом утрачивают пигмент становятся очень светлыми это связано с тем что кожа не вырабатывает достаточное количество меланина несмотря на то что болезнь более заметно у темнокожих людей она встречается с одинаковой частотой во всех этнических группах всемирный день витилиго нарушение кожной пигментации которым страдают до 1 процента населения земли отмечать стали 25 июня в этот день умер один из самых известных больных витилиго легендарный певец майкл джексон всемирный день витилиго нужен для просвещения людей а также для привлечения внимание к проблеме потому что витилиго это мало изученное заболевание которое пока не поддается к сожалению излечению заболевание это не является заразным но общество относится к таким больным настороженно это заболевание некоторые даже путают с проказой люди с витилиго часто страдают серьезными эмоциональными расстройствами почему же у некоторых людей нарушается выработка меланина однозначного ответа к сожалению нет основная версия болезнь эта возникает из-за аутоиммунного расстройства иммунная система воспринимает пигментные клетки как чужеродные тела и атакует их среди других причин называется наследственность или длительное пребывание на солнце работу на вредном производстве ну и по наследству витилиго получают до 7 процентов больных самый известный человек с витилиго это король поп-музыки майкл джексон в начале 1990-х годов прошел слух об операции по осветлению кожи пресса тогда обвинила певца в том что он стыдится своего происхождения поэтому провел такую операцию но джексон проверка эти заявления и выступил с признанием он объяснил что не отбеливает кожу специально что у него серьезная кожная болезнь и он не может контролировать изменение цвета его тела правда и операция не помогла белые пятна проявлялись на теле певца даже после нескольких хирургических вмешательств на протяжении всей жизни джексон прятал витилиго под косметическим гримом эта болезнь передалась и его старшему сыну пациентам с витилиго сложно принять свою болезнь они не могут смириться с белыми пятнами по всему телу многим пациентам требуются годы чтобы принять свое тело как например телеведущий канала фокс ли томас скрывал свою болезнь от коллег и телезрителей на протяжении 25 лет каждый раз перед выходом в эфир мужчина наносил толстый слой грима чтобы скрыть кожные дефекты но когда болезнь затронула руки то томас рассказал о своем недуге коллегам а потом и телезрителям и в одном из новостных эфиров он смыл грим и показал как выглядит его кожа на самом деле в в то время ему пришла масса писем с поддержкой и с тех пор томас ездит по всему миру на собственном примере рассказывает что можно жить светилиго и модель светилиго винни харлоу стала востребованной в мире моды несмотря на свою нестандартную внешность помимо участия в мире моды харлоу занимается благотворительностью выступает перед публикой и делится своими мыслями о жизни светилиго пока нет данных что витилиго затрагивает какие-то другие органы организма кроме пигментных клеток кожи никакой боли и дискомфорта больной не испытывает кроме морального давления это заболевание может проявиться в детстве и ребенка начнут дразнить издеваться над ним да и во взрослом возрасте люди по-разному реагируют на эту болезнь и очень хорошо что сейчас появились люди светилиго которые не боятся работать в сфере красоты на телевидении и демонстрируют что внешность не влияет на успех нужно просто принять себя со своим видом и не угнетать себя депрессивными мыслями удачи Продолжение следует...